Если вокруг нас живут талантливые дети, значит у них должна быть возможность заявить о себе. Именно так комментируют организаторы появления первой детской музыкальной премии Music Star Kids. Мы попали на многих разных кастингах, конкурсах, как я уже говорила. И вот с каждого кастинга мы взяли самое лучшее и решили объединить все в одной нашей детской музыкальной премии. Что мы хотим в первую очередь здесь сочетать? Чтобы ребенок ушел от нас с позитивным настроением, независимо от дальнейшего результата. Чтобы ему понравилось, чтобы было комфортно, чтобы дать возможность детям, не только тех, которые попадают в Москву, но и здесь выступить на большой сцене вместе с живым оркестром, с джазовым бендом, который у нас будет на финале. Участие в премии начинается с кастинга. Исполнители из Челябинска приехали на него лично, а ребята из области прислали свои видеозаявки. Возрастная категория, заявленная от 7 до 21, есть несколько номинаций. Мы, как организаторы, не имеем возможности оценивать номинат, потому что все-таки мы очень прозрачные и открытые, и только профессиональные жюри ставят конкретные оценки каждому ребенку. Есть дети, которые просто занимаются, им нравится петь, им нравится сцена, а есть у которых от природы красивый голос, и просто им нужно это развивать. Я на это внимание, конечно, обращаю. Ну, кто-то берет не совсем по силам себе песни, то есть еще не готов, например, по всей красе полностью эту песню спеть. Ну, посмотрим, что дальше будет. У жюри конкурса работа не из легких. Важно быть объективным с исполнителями разного уровня и разного возраста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Возраст, конечно, не имеет здесь значения. Здесь именно вот этот симбиоз всех критериев. Артистичность, голос, репертуар. Я надеюсь, что те, кто не пройдут финал этого конкурса, не расстроятся и будут дальше заниматься музыкой. Финал вокальных талантов запланирован на 15 мая. Лимузины, красная ковровая дорожка и церемония награждения. Все это ожидает юных звезд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова